создать действительно можно все что угодно вопрос только как его настроить чтобы она работала в свое время это был наверное год примерно 96 когда мы ремонтировали все подряд все что к нам не приезжало постепенно во мне зрело неудовольствие того что мы делаем ну почему потому что вот сегодня приехала тойота мы открываем капот смотрим о тойота да ну больше ничего мы про это не знаем для того чтобы что то есть да а нам клиент приехал свои проблемы надо ее как-то решать вот но что делать я быстро прыгаю в автомобиль несусь в магазин благо тогда у нас уже магазины вот автомобильные тематики в городе появились покупаю книжку по ремонту примерно этого автомобиля потому что там но отличие всяких мы ее быстренько штудируем понимаем где там что лежит благо в то время коллектив у меня был очень хороший инженерный коллектив я тогда собрал с разорившихся заводов санкт-петербурга я собрал довольно много интересных людей которые с удовольствием работали получали удовольствие от этой работы обладали техническими знаниями опытом обладали но что самое интересное никогда не работали в автосервисе я намеренно собирал таких людей которые не имели опыт советского автосервиса вот и с ними работать было интересно мы быстренько изучали автомобиль там что-то там делали пытались придумать какие-то запчасти где-то их найти все растягивалось там необозримом каком-то времени результат был трудно предсказуемый ну в конце концов мы выдыхали с облегчением когда автомобиль работающий от нас уезжал потом приезжал мерседес мы открываем капот читаем надпись мерседес ну и что мы вообще впервые видим опять прыг в машину поехали купили книжку изучили потихоньку разобрали а ведь все-таки бывают такие неприятности когда если вот этот болтик открутишь за ничего нет отвалится надо же все это знать и понимать ну и вот целый ряд таких во первых плохой экономики до плохой экономики потому что работа растягивались каждый раз надо было придумывать что делать во вторых непонятно что где брать эти запчасти каждый раз это превращалось целую трагедию там найти где-то чего-то вот и в третьих результат был не гарантированный мы периодически мы переделывали потому что совершали ошибки потому что не знали как все это делается вот и вся эта вот неудовлетворенность она в конце концов привела к тому что я принял решение что мы будем специализироваться ну вот там было абсолютно все равно какой маркет специализируется потому что такой очень сильный инженерный коллектив он был способен решать проблемы в любой области ну и мы начали давать объявление поставить там 95 96 год самый разгул бандитизма такое на стране вот и мы в газету даем объявление мы ремонтируем мерседесы ну к нам поехали мерседесы до приезжает там человек на мерседесе вот и прилично сформулировать не может что там у него вообще да при этом когда мы ему задаем вопросы что там не так ну нам периодически говорят вот там где-то должна быть под сидением розетка вставьте свой компьютер в эту розетку и пусть он сам вам все рассказывает я ничего не знаю с таким подходом когда клиент приезжает к нам как к врагам ну было очень тяжело работать вот мы помучились помучились далее объявление теперь мы ремонтируем бмв к нам поехали бмв еще с более крутыми ребятами которые мало того что не знали что они хотят еще и не хотели платить вообще да ну мы тоже подумали нет пожалуй бмв мы не хотим обслуживать когда мы дали объявление о том что мы ремонтируем volkswagen наконец-то мы получили то что мы хотели к нам на гольфах вторых и пассатах третьих поехал наш брат инженер который немножко выбился из нужды где-то уже работает заработал там первые там три тысячи долларов на которые он купил поддержанный второй гольф да он приезжает к нам раньше он ездил на жигулях теперь он приезжает на этом гольфе и говорят ну тут чего-то вот вот что-то вы нам сделаете потому что ну если бы эти было жигу жигули я бы наверное сделал сам но это немецкий автомобиль я не знаю вот мы ему открываем капот показываем мотор точно такой же как у жигулей коробка такая же как у восьмерки гайсный ключ на 13 самое главное оружие ну мы можем это сделать сами если хотите мы вам покажем сделайте все сами и вот вот эта категория клиентов оказалась самой благодарны то есть это те люди которые не строили из себя там слишком больших светил да это люди которые не считали нас людьми ниже своего уровня с которыми легко было договориться с которыми легко решались эти проблемы так мы и остались на этом volkswagen и уже вот прошло там 20 лет и мы все еще специализируемся на этой ваггруппе и самое главное что мы получили от этой специализации но огромное количество преимуществ ну первая экономика да сразу откроем вопрос экономика экономика просто прекрасная почему ну во первых потому что наш сотрудник имеет дело все время с одним и тем же автомобилем с одним и тем же двигателем с одной и той же коробкой с одним и тем же кузовом в разных вариациях поэтому он уже закрытыми глазами автомобиль еще только заезжает в им зону он уже знает что с ней надо делать делает он это все автоматически и не совершает ошибок поэтому мы очень мало переделываем бесплатно для клиентов потому что с первого раза делаем все хорошо и правильно у нас есть склад запчастей который нас кормит если бы у нас был мультимарочный сервис мы бы не могли держать склад запчасти просто он бы нас разорил у нас сейчас склад оборачивается за три месяца мы оборачиваем свой склад потому что мы точно знаем какие запчасти нам нужны в каком количестве сколько нас каких-то автомобилей приедет и будет обслуживаться экономика просто прекрасно лояльность клиентов вырастает потому что клиент поехал в один сервис там мультимарочный там что-то сломали потом но по незнанию просто не поздно по незнанию в другой сервис приехал мультимарочный там развели руками сказали не можем когда клиент приехал к нам но мы-то эту проблему знаем потому что мы все время этой проблемой клиент с восторгом просто оставляет у нас денег в три раза больше чем в двух предыдущих сервисов еще целует нас в лобик и говорит я вас буду рекомендовать всем своим друзьям да вот инструменты если бы мы были мультимарочным сервисом мы бы не могли себе позволить просто по экономике держать столько специнструмента сколько у нас есть на эту единственную марку дальше где мы находим клиент да все очень просто вот он интернет с профилями интернет-клубов мы просто начинаем общаться в каком-нибудь интернет-клубе владельцев volkswagen of они понимают что мы достаточно квалифицированы все они едут к нам то есть специализация вот с моей точки зрения это не только хорошая экономика это не только удовлетворенность клиентов но это еще значительной степени самоощущение мы себя на рынке чувствуем уверенно мои сотрудники чувствуют себя профессионалы потому что они регулярно видят восторженные глаза своих клиентов и я думаю что я практически уверен в том что только специализация рождает профессионалов